Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, как мы уже говорили, эволюция кошек тесно связана с приматами, и наш сегодняшний хищный гость вовсю скакал по европейским скалам за местной добычей, под клык которого попадали даже гоминиды — семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян. Встречайте представителя «Чёрной книги животных» европейского леопарда, вымерший подвид леопарда, который был широко распространён на территории Европы. Первые представители подвида появились примерно 1 млн лет назад, а вымер он к концу плейстоцена около 10 000 лет назад, что связывает с извержением вулкана, и вымер он вместе с множеством животных на Евразийском континенте. Эволюционная история леопарда насчитывает более 2 млн лет. Считается, что европейский леопард ледникового периода напоминал внешние снежного барса или персидского леопарда. Его череп был средней длины и, по всем своим характеристикам, наиболее близок к современным персидским леопардам. Учитывая отсутствие достаточного ископаемого материала, аргументы в пользу существования леопарда в Голоцене Юго-Восточной Европы следует искать в доисторических изображениях. К сожалению, большинство из сохранившихся статуэток и рисунков того времени довольно абстрактны, и археологи зачастую дают им достаточно свободное толкование. По этой причине изображения в первобытном искусстве, интерпретируемые как большие кошки, а не же леопарды, не могут быть приняты в качестве надёжного доказательства наличия этих кисок. Единственное известное изображение европейского леопарда найдено в пещере Шове и датируется временем 38-25 тысяч лет назад. Рисунок шерсти европейца на нём похож на рисунок современных леопардов. Неясно, были ли его пятна организованы в виде более крупных розеток, как у современных перседских леопардов. Однако, в отличие от современных леопардов, живот изображённого животного белого цвета и без пятен. А ископаемые останки мелких самок леопардов иногда можно спутать с крупными самцами рысей. То есть, как и у современных леопардов, у европейских имелся сильный половой деморфизм, то есть самцы были крупнее самок. Барсиоидными признаками обладает и материал из поздней плестоценового пещерного местонахождения на северо-востоке Испании. Это укороченная лицевая область и удлинённые хищные зубы. В позднем плестоцене европейский леопард был широко распространён на довольно обширной территории. Однако он старался избегать тундровой зоны и лесостепей. Его находки, известные из Кавказа, Центральной Азии и Причерноморья, но не из Сибири. Также неизвестно, охватывал ли его ареал обитания русскую равнину. Ископаемые находки того времени известны в основном из южных и центральных областей европейского континента. Останки европейского леопарда, датированные Голоценом, были раскопаны в Испании, Италии, а также в Средиземноморском и Балканском регионах. А самые молодые находки ископаемых леопардов в Европе были обнаружены на Украине и датированы первым веком нашей эры. Некоторые окаменелости были обнаружены в Западной Греции, недалеко от Карпат. Другие были найдены в Вольвии на северном побережье Черного моря. Последние могли принадлежать леопардам в неволе, которые могли быть завезены из Малой Азии, поскольку Ольвия в то время была греческой колонией. Окаменелости леопардов европейского ледникового периода в Европе иногда находят в пещерах, где они, по-видимому, искали убежище или прятали свою добычу. Как правило, они предпочитали пещеры меньшего размера, скорее всего потому, что более крупные пещеры обычно были заняты более крупными хищниками, такими как пещерные медведи, пещерные львы и люди. В пещерах европейского ледникового периода кости леопарда встречаются гораздо реже, чем кости львов, и все известные в настоящее время окаменелости принадлежат взрослым особям, что свидетельствует о том, что они редко или вообще никогда выращивали своих котят в пещерах. Во время холодной фазы в истории леопарды европейского ледникового периода обитали в основном в горных или альпийских лесах или в горах на длине деревьев и обычно не встречались в низменных мамонтовых степях. Точно неизвестно, на какие виды добычи эти леопарды охотились, хотя они могли быть похожи на современных снежных барсов, которые охотятся в основном на горных козлов, оленей и кабанов. Вполне вероятно, что европейские леопарды иногда собирали падаль и даже иногда убивали пещерных медведей во время спячки в их берлогах. Леопард объединяет мощь и силу пантер с миграцией и универсальностью небольших кошек. Будучи одним из самых успешных видов среди крупных хищников, приспособленность которого связана с адаптивностью к среде обитания и ловким охотничьим поведением. На протяжении эволюционной истории леопард занимал различные биотопы от тропических лесов до полупустынь, включая высокогорные районы и избегая лишь холодных ландшафтов открытой тундры. По-видимому, вымершие европейские леопарды представляют обособленный морфологический подвид, который под влиянием климатических изменений адаптировался к специфическим экологическим условиям ледниковой эпохи. Леопард — это одна из самых красивых кошек на земном шаре. И если образ льва связан у нас с благородным величием, тигра с ярой пылкостью и ягуара с грациозной мощью, то леопард подсознательно ассоциируется с ночью и смертью. И в самом деле имеется немало находок костей наших предков с характерными следами его зубов. Могучий и одновременно пластичный в движениях, красивый, грациозный, бесстрашный и хитроумный, возможно, именно леопард воплощает в себе качество идеального хищника. А как вы думаете, почему вымер европейский леопард? Пишите в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.